Всем привет! В этом видео я расскажу вам про чувство вины. В предыдущих видео про личную ответственность меня часто попрекали тем, что люди, которые возьмут на себя позицию личной ответственности, начнут испытывать чувство вины за все происходящие события вокруг, потому что ты начинаешь к себе привязывать все, что с тобой происходит. То есть ты не можешь обвинять других, значит ты начнешь обвинять себя. И якобы это вредно, потому что иногда бывает полезно пообвинять других. Я же хочу немного прояснить этот вопрос и сказать, что действительно, наверное, вредно обвинять себя во всех происшествиях, но вредно и обвинять других. То есть концепция вины это абсолютно иррациональная дичь, которая не имеет места для развитого человека. То есть для более-менее адекватного развитого человека чувство вины это всего лишь травмирующее событие детства и все. Сейчас я вам постараюсь коротко это все обосновать. Во-первых, я прочитал все, что существует по чувству вины, все материалы, которые я нашел и сформулировал кое-какое мнение, привязав это все к личному опыту. Так вот, короткие выводы. Во-первых, чувство вины является социально приобретенным, то есть мы с ним не рождаемся. Допустим, страх у нас проявляется с самого раннего детства, как только мы родились. Нас могут испугать громкие звуки, прикосновения неожиданные кого-то и так далее. Чувство вины у нас появляется в процессе жизни и оно приобретается социально. То есть само по себе оно не приобретется никак, если человеку вот эту вот позицию не внушить. И дети получают чувство вины от родителей. То есть это модель, при которой родители ругают ребенка за какой-то проступок. И у него вот эта реакция многократно закрепляется, когда происходит что-то подобное. То есть за один проступок наказали, за другой наказали и так далее. И ребенок на автоматизме начинает винить себя в происходящем. То есть он уже потом начинает сам себя наказывать. Родителям это удобно и они передают эту модель неосознанно. Почему это выгодно? Потому что не всегда придется следить за своим ребенком. То есть, к примеру, постоянно ругать его не получится. Допустим, вы ушли на работу, не заметили, как ребенок у вас украл деньги или еще что-то сделал. И суть в том, что ребенок сам себя накажет за это действие и больше подобного делать не будет. Потому что у него выработалось чувство вины. Вы его раньше наказывали, да, к примеру, за что-то стыдили, за что-то на него обижались и так далее. Не разговаривали с ним какое-то время после определенных его действий. И ребенок закрепил, выучил эту модель. И, соответственно, теперь, когда он что-то плохое сделает у вас дома, разобьет любимую вазу или что-то еще, он будет испытывать стресс, он будет чувствовать вину, хотя вы его уже не ругаете. И это снизит какие-то действия с его стороны неправильные, да. И таким образом не придется за ним постоянно наблюдать. То есть, родители подсаживают вам в голову гаишника, который вас в случае чего штрафует. И он все видит, потому что является частью вашего мозга. Чувство вины действительно в детстве может быть оправдано, потому что ребенок еще не разбирается в причинно-следственных связях. То есть, он не может понимать, что делать нужно, а что делать нельзя, потому что у него кругозор очень узкий. То есть, он не понимает, какие там процессы происходят, что нужно сделать, чтобы тебе заплатили деньги, что вообще такое деньги, за которые покупаются все предметы, которые имеются у вас дома и так далее. Он может также не понимать, что причиняет кому-то вред. Но во взрослом возрасте человек уже может анализировать события, происходящие в его жизни. И ценность чувства вины, она снижается. Потому что, в принципе, человек может без него понять, где он сделал что-то правильно, где он сделал что-то неправильно, и в случае чего возместить кому-то ущерб от своих действий. Вот, когда человек приходит к пониманию процессов мира, всего остального, то чувство вины это всего лишь пережитки детства, травмирующий опыт некий, который работал, пока вы были существом, которое не осознает себя в этом мире и не понимает, что нужно делать, а чего делать не нужно. Если же у вас это чувство сохранилось до взрослого возраста, то вы просто становитесь более уязвимым. Вот и все. Например, вами легче манипулировать. К примеру, если вас встречает гопник, вернемся в какие-то там годы очень древние, он начинает вас раскручивать на то, что вы в чем-то виноваты. Вы ему не так дали сигарету или не дали сигарету, вы живете не в этом районе, вы не так одеты, вы не за ту команду болеете и так далее. И у него появляются причины, вас безнаказано за это наказать. Все, вы берете на себя вину, потому что вы какой-то вот не такой. И когда действительно он начинает вас грузить, вот всем этим рассказывать, почему вы виноваты в чем-то, вот у вас манеры не те и так далее, то это просто открывает вашу уязвимость, и вы уже сами можете смириться с тем, что он вас ударит, потому что, видимо, вы заслужили. Вот как-то так. И во всех сферах абсолютно так же работает. То есть человек может начать в случае какого-то конфликта, нагнетать ситуацию и выкручивать все таким образом, чтобы вы приняли на себя чувство вины и прогнулись под ним. В моей картине мира нету слова вина, потому что концепция вины вообще не предполагает решение проблемы. То есть это всего лишь модель реагирования на события в жизни, которые не приводят ни к чему хорошему. Когда вы начинаете кого-то обвинять, неважно кого, себя или других, вы всегда уходите от решения проблем. Поэтому позиция личной ответственности и чувство вины, они никак не могут сочетаться вместе. Потому что позиция личной ответственности предполагает, что у вас есть выбор. То есть вы в каждой ситуации думаете, какой выбор можно предпринять. В случае же вины, концепции вины, вы постоянно думаете, на кого можно переложить ответственность. Понятно, в чем дело. То есть ответственность и вина – это совсем разные вещи на самом деле. Когда вы кого-то обвиняете, то вы весь груз, вот это негативное чувство перекладываете либо на себя, берете себе его на плечи, либо на кого-то другого. Но от этого ничего не происходит в вашей жизни. То есть вы просто распоряжаетесь в своей голове, либо я испытаю негативную эмоцию, либо я скину на кого-то другого эту негативную эмоцию. Но прикол в том, что когда вы кого-то другого начинаете обвинять, этот человек начинает отвечать вам в ответ. И вы в любом случае негативную эмоцию какую-то от него получаете. Вот в этом суть. Обычно это так работает. Либо вы начинаете к этому человеку по-другому относиться. И это все невербально проявляется, или в каких-то мелких поступках. Вот это пренебрежительное отношение к этому человеку, которого вы считаете виноватым. Поэтому он вам тоже отвечает и тоже начинает вести себя хуже. При любых раскладах вы получаете урон для своей психики. Если бы люди сразу переходили к выбору, а не обвиняли друг друга, то все проблемы бы решались очень быстро. Вот и все. И позиция личной ответственности не предполагает негативного окраса, ну вот такой эмоции, вины. То есть испытывать вину в случае личной ответственности это иррационально. И перекладывать на других вину тоже иррационально. То есть в любом случае, кого бы вы ни обвиняли, это коснется вас. То есть нельзя никого обвинить так, чтобы вы от этого не пострадали. Если вы обвиняете правительство, вы от этого страдаете. Даже если вы не будете выходить на митинги или что-то подобное делать, вы будете от этого страдать в своей голове. Потому что это будет вашу значимость в жизни занижать. Это будет вас очень сильно угнетать. То, что есть какой-то вот несокрушимый у вас враг, который вами управляет, который вас контролирует и так далее. Поэтому любые подобные мысли о том, что вокруг есть кто-то виноватый, они всегда вас делают слабым и уязвимым. Когда вы кого-то обвиняете, вы в первую очередь наносите урон своей психике, а не чужой. Вот в этом смысл. То есть, когда вы обвиняете других вокруг, создается ощущение личной уязвимости. То, что вы жертва. Потому что вокруг все люди виноваты в том, что у вас все так сложилось. Поэтому вы таким образом попадаете в мир, который по отношению к вам агрессивен. Естественно, ваша психика постепенно сдает. Вы становитесь слабее от этих убеждений. Вот эти убеждения в том, что существует какая-то вина, либо на вас, либо на других, оно порождает всегда какой-то ущерб, который восполнить бывает достаточно сложно. И как только вы отказываетесь от этой концепции, о том, что какая-то есть вина за что-то, на ком-то, у вас сразу же начинается снижение уровня тревожности. И все, ваша жизнь начинает выравниваться. Поэтому испытывать такое чувство, это очень плохо. Вот я еще вам такую вещь скажу. Допустим, мне в детстве было достаточно сказать причину, почему я не должен что-то делать. То есть, например, почему мне нельзя разбить окно кирпичом? Тебе объясняют. Потому что человек за это работал, он потерял, ну там, он потратил какое-то количество усилий, чтобы заработать, чтобы вставить это стекло. Поэтому, если ты его разломаешь, человеку придется еще из-за этого работать какое-то время, чтобы поставить себе это окно. Или жить в дискомфорте он будет. То есть, ему будет неприятно. Ты бы хотел, чтобы тебе так же сделали. Нет, ну вот, поэтому нельзя разбивать окно. Как только человек понимает причины, он уже может принимать правильные решения и понимать, когда он причинил кому-то вред и когда нужно это чем-то компенсировать. То есть, концепция вины внедряется для того, чтобы человеку, которому нельзя объяснить, что такое работать, нельзя объяснить, что такое зарабатывать деньги, нельзя объяснить, почему это будет плохо. Вот ему просто нужно дать ремня, например, за какой-то поступок, несколько раз. И он тогда начинает понимать, и у него автоматически уже реакция происходит, что сейчас я что-нибудь накосячу, и меня снова ударят. Или меня просто начнут взглядом сверлить. Или там в угол поставят. Любая форма наказания, при которой человек чувствует вот это вот давление некое, она вызывает у него страх. И вот эта закрепленная реакция страха и путешествует с человеком по всей жизни. Когда он что-то сделал, и он ловит эти последствия, даже когда его уже никто не наказывает. Но если человек понимает причинно-следственные связи, то ему можно это чувство вины не прививать, не внедрять. То есть, потому что человек, в принципе, сам будет придерживаться правильных моделей поведения. А если он и причинил кому-то вред, то он, скорее всего, сделал его неумышленно. Если у него развито понимание причинно-следственных связей. Вот если оно у вас развито, то уж извините, но вот эта вот конструкция под названием вина, она неуместна для вашей жизни. То есть, если вы ей пользуетесь, вы, скорее всего, где-то там застряли в детстве. В концепции личной ответственности есть выбор. И мой выбор не испытывать чувство вины. Потому что все наши действия так или иначе обусловлены нашим предыдущим опытом и действия других людей тоже. Поэтому вы просто должны выбрать правильную модель поведения и выбрать, как нужно на какие-то события реагировать. Просто выбрать. Понимаете, выбор. Не нужно испытывать вину, никакой вины нет. Вы просто должны в определенных событиях, вовремя, предпринимать какие-то решения. И все на этом. Вот таким образом вы пройдете квест под названием «Жизнь». Всем спасибо за внимание. Если досмотрели до конца, ставьте лайк. Отдельное спасибо подписчикам Бусти. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok